После матчевый комментарий по итогу встречи Родины М Динамо 2 Филипп Александрович Калинский Филипп Александрович, ваше резюме по игре Ну, во-первых, поздравляем команду Динамо с победой Заслуженной победой, несмотря на то, что два раза ввели в счете И приходилось Динамо сам отыгрываться Наверное, провели сегодня не самый лучший матч И начало было очень хорошим, да, и первые 15 минут Ничего не предвещало к тому, что будем допускать такие ошибки И собьемся на игру, не присущую нам Но эта психология, да, и ту ошибку, которую допустили при первом забитом мяче Динамовцев Наверное, повлияло на ход игры, да, и ребята начали где-то моментами упрощать игру Не искать, так скажем, те ходы, которые мы с ними наигрываем, да, и в которые они привыкли играть Вот, ошибка психологически, наверное, повлияла на нас И во втором тайме вышли на игру более-таки заряженные, так скажем, чуть успокоили их Сказали, что ничего страшного не произошло И что надо игру успокаивать и быть больше на мяче Потому что Динамо не так активно прессинговал нас, так скажем, да, и как они делают обычно Вот, и можно было играть с большим преимуществом и больше овладеть инициативой Но, к сожалению, опять же, игра нам сегодня не удалась А с чем связываете то, что Динамо достаточно быстро отыгрывалось? Ну, наверное, опять же, забили гол Порадовались, не успели еще чуть-чуть головой прийти в себя Что надо опять быть на мяче, опять там контролировать А в этот момент мы потеряли концентрацию, да, и Не доиграли эпизоды со своими соперниками плотно Где у нас третий гол, который нам забили Смотрели все на мяч и потеряли игроков Дошла длинная передача за спину Забили гол, да, второй со стандарта, где вроде разобрали игроков Те люди, кто стоял в зоне, стояли тоже в своих позициях Ну, надо быть чуть-чуть активнее, не передавать ответственность на стандартах Играть первым этот мяч, там, в верхней точке, там, ну, опять же, детали Вот, и, опять же, потеря, там, внимания, концентрации И что-то еще А не так часто меняете игроков в перерыве? Сегодня решились на двойные перестановки, с чем связан? Ну, тем, что, наверное, не устраивала игра нашей команды В первом тайме после пропущенного гола Вот с этим связано Да, и футболисты, которые на замене у нас тоже Ждут своего шанса, чтобы выйти Хорошо тренируются И поэтому были замены произведены Насколько принципиальным было соперничество против Динамо 2 Для команды в целом и для вас лично? Ну, я думаю, что не секрет, да, что все знают, что до этого работал в Динамо Да, что для меня этот клуб очень дорог Да, провел большой, большой период времени в этом клубе И, конечно, принципиальный Конечно, хотелось показать хорошую игру прежде всего Да, и выиграть этот матч Но сегодня Динамо понравилось Как сегодня они выглядели И были, наверное, более заряжены Не знаю, может быть, отсутствие на недельном цикле мое сказалось Вот, может быть, этот момент какой-то был в подготовке Хотя, опять же, большое спасибо своим коллегам Да, всему тренерскому штабу Да, который помогает нам развивать пацанов Они проделывают большую работу Ну, не знаю, как сказать Наверное, когда главного тренера нет Это всегда это сказывается Вот, но сегодня я приехал, так скажем Несмотря на то, что там не очень хорошо себя чувствовал Но не помогло Ну, ничего Следующая игра у нас уже в Красноярске Да, с Енисеем Где тоже нас ждет очень серьезное сопротивление И как попали в эту яму, так скажем, черную По результату Да, так из нее надо выходить Предыдущая серия была из трех побед Сейчас из трех поражений Но всегда за черной полосой идет белая И я верю в своих ребят, что мы выправим ситуацию Это сто процентов Они очень хорошо тренируются Они верят в команду Верят в друг друга Верят в тренировочный процесс И в те идеи, которые мы им предлагаем Поэтому я не сомневаюсь Что мы вернемся И с точки зрения результата И с точки зрения игры На правильный путь И добьемся гораздо больших результатов и высот Динамо при Кульче И Динамо при Алпатове Это два разных Динамо Или плюс-минус рисунок игры схож Два разных Динамо Во-первых, это с точки зрения состава Что футболисты поменялись Немножко помоложе стала команда Больше сейчас акцент делают на молодых ребят На те ребята, которые были при Кульче Они уже попали Либо в первую команду Либо ушли в аренду Сейчас Павел Алексеевич привлекает Ребята из Академии больше Наверное, первое, что связано с этим Да, и зная Павел Алексеевич по Академии Вместе с ним работали в Академии И дальше у него был большой опыт Работы с первой командой При Александре Шварце При Юкановиче Где он тоже много всего подчеркнул Интересного И знаний получил Огромный багаж Это такая первая большая работа В команде, так скажем Со взрослыми Во взрослой лиге И он хорошо делает свою работу И знаю, что и вы, ребята И Володя Рыков И Андрей Панов Те ребята, которые помогают ему Также здорово работают Поэтому и результат приходит у них неплохой Как себя сами чувствуете? Да могло быть и лучше Победу всегда чуть-чуть Добавляют лекарства немножечко внутри Поэтому ничего, сейчас Домой приду и дети Жена подлечат Спасибо 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 за субтитры Алексею Дубровскому!